Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, это канал Футбол. Это жизнь. Мы продолжаем с вами карьеру за ивенту. Сегодня у нас матч против Торино и матч против Аталанта. Ну что ж, два интереснейших матча в чемпионате Италии. Так, наверное, все-таки с Торино у нас сыграет второй состав. Только поменяем Дешилью. Еще бы было на кого. Давайте Асаму выпустим. Думаю, он справится. Вот. Ну а в следующих матчах надо нам от какого-нибудь матча отпрыгивать. Это, наверное, все-таки будет матч с Боруссией. С Лацо не так нам принципиально. Ну а если вот Боруссия первый состав, Лацо второй. Первый, второй. Ну да, все правильно. Где-то мы так и сделали. Потому что мы в чемпионате Италии чувствуем себя комфортно, но не старинно, потому что мы вылетели от них в кубки. Ну и сейчас мы просто должны отомстить. Поехали. Итак, чемпионат Италии. Торино, Ювентус. Торино выбили из Кубка Италии. Футбольный клуб Ювентус. Ну и сегодня мы посмотрим, как все-таки Ювентус сможет взять реванш против Торино. И вот так вот, друзья, просто и спокойно уже на первых минутах Марио Манджукич с Бернардески разыгрывают какую-нибудь, я не знаю, но это точно не комбинация, наверное, просто здесь провалилась оборона Торино. Ну и Манджукич в ближний угол. Первым же касанием пробивает. И Сиеву чуть-чуть достает только этот мяч. Естественно, недовольный игрокит Арина. Ювентус сразу их поставил на свое место. И Марио Манджукич забивает свой 20-й гол. Теперь Ювентус, забив первым, диктует свои правила. Да и что это такое вы видели сейчас? Просто две перекладины подряд. И Марио Манджукич, да что это такое-то? Снова в штангу только теперь уже попадают. Конечно, их не терять, чтобы и владение мяча было намного выше. И забивает Евгений Коноплянко. Это 2-0. Разбирается Евгений Коноплянко. Хорошо верховой борьбой. Как я и сказал, нужно действовать именно так. Выиграть все верхние единоборства. И забивает Евгений Коноплянко свой первый гол за Ювентус. Там и штанги были. Ну, теперь, конечно, еще и нарушение сейчас. Сейчас еще и скажите, что гол. Ой, нам просто сейчас повезло. Ну и конечно. После того, как мы попали в штангу, здесь просто невероятно было. Да и здесь попали еще и от штанги в перекладину. Но Белоти забивает, уменьшает преимущество. И вот так вот Алексей Миранчук забивает. Делает счет 3-1. Увеличивает преимущество. Наказывая Торино за тот вылет Ювентуса из Кубка Италии. Забивается уже второй гол в чемпионате Италии. Ну, идут замены у Торино. Нужно что-то придумывать, чтобы отыгрывать такое преимущество. Нужно, нужно бежать. И Алексей Миранчук буквально за пару минут забивает дубль. И делает счет теперь уже разгромный. 4-1 Ювентус обыгрывает Торино. Нужно было пару матчей тому назад так играть в Кубке Италии. И тогда бы Ювентус мог взять золотой для себя сезон. Хэт-трик из Кубков могли они сделать. Чемпионат Италии, Кубок Италии и Лигу Чемпионов. В Лиге Чемпионов они пока что не так далеко зашли. Это только еще 1-8. Шансы у всех огромные. И вот так вот Марио Манджукич на Миранчука. Миранчук! И забивает Миранчук хэт-трик. Забивает Алексей Миранчук. Это очень потрясающий футболист. Не зря его мы подписали. Манджукич так аккуратно убирает. И здесь вот останавливает и просто правой ногой. Не стал перекладывать на левую рабочую. Забивает. Сиригу просто как будто и нету на воротах. Во втором тайме просто доминирует Ювентус. Забивает Миранчук хэт-трик за 8 минут. И Бернардески. Ювентус развлекается как хочет. Они настроены были обыгрывать Торино. И они собрались с этим. Конечно приятнее было бы забить в кубке им. И выиграть. Но не нужно ворошить уже прошлые матчи. Нужно радоваться тому результату. Который сейчас Ювентус показывает. Все друзья. Разгромная победа. 6-1. Отомстил Ювентус за кубковый матч. В котором проиграл. И вылетел из этого турнира. Все таки 6-1. Это мне кажется самый разгромный счет. Который у нас был. Мы сейчас даже это проверим. Ну и будем готовиться к матчу с Аталантой. С ней будет играть первый состав. Теперь уже и Крещану нужно будет забивать. Нужно ему как минимум 3 мяча. Чтобы снова вернуться на первую строчку. Так. Смотрим. Да. Хотя нет. 6-1 мы уже побеждали. Это был в этом же месяце. В феврале мы его побеждали. Обыграли мы со Суоло. Да. Это буквально, друзья. Через 2 недели мы также обыгрываем. Тарина только уже. Ну и нам доступны тренировки. И очень хорошо отыграл Алексей Миранчук. Забил хэтрик. С чем мы его и поздравляем. Ну и матч против Аталанта. Против команды. Которая занимает 10-ю строчку. Которая 8 побед. 8 ничьих. И 9 поражений. Ну вот такой у нас состав. Очень шикарный. Который может и обязан взять Лигу Чемпионов. Поехали. Итак, Чемпионат Италии. Домашний матч для Ювентуса. Матч против Аталанты. Команда особого результата не показывает. И встречается против лидера Чемпионата Италии. Посмотрим на этот интереснейший матч. Ну и также еще и Гаррет Бэйл. Ну и Криштиан Роналду. Между тем забивает. Увеличивая преимущество. И открывая счет в этом матче. И увеличивая. Точнее уменьшая отрыв до Марио Манжутича. Теперь всего лишь один мяч отделяет португальца до Хорвата. Так вот здесь вот Мать Юди. Ну это шикарная комбинация была сейчас от Мать Юди с Павелой Дебалой. И забивает аргентинец. Делает счет 2-0. Вот так вот хорошо. Смотрите как рванул Дебала. И Мать Юди просто отдал на него же снова. Правой нерабочей ногой забивает Павел Дебала. Свой шестой мяч в чемпионате. Павел Дебала на скорости уже уходит. И вместе с Криштиан Роналду они уже в этом нападении получают мяч. Криштиан Роналду ножницами. И шикарный гол Криштиан Роналду разыгранный с Павелом Дебалой. Ну просто шикарная передача была. И забивает Криштиан Роналду красивый гол. Но это нельзя сказать, что это через себя. Но это удар ножницами. Боковыми еще и в падении. И догнал Криштиан Роналду. Марио Манджукича. Снова но здесь Блэйз Мать Юди. Но Криштиан Роналду получает травму. Будет ли он нам показан. Но Роналду. Все-таки вместо него теперь будет играть Марио Манджукич. Вот этот момент. Неудачно. Выпрыгнул Криштиан Роналду. И Дуглас Коста забивает этот гол за Криштиан Роналду. Праздную в его стиле. 4-0. Громит Ювентус Аталанту. Дуглас Коста забивает свой второй гол. Вот он сейчас этот шанс. Марио Манджукича. Он отдает на Дугласа Косту. Забивает Дуглас Коста. Дубль так же как и у Криштиана Роналду. Ну отлично Манджукич не стал забивать. Наверное в плане того, что не хочет, чтобы все-таки увеличился отрыв до Криштиана Роналду. Это когда и нечестно было бы. Отдает он голевые на Дугласа Косту. Который уже забил дубль с голевых от Марио Манджукича. Домашняя победа. Победа снова крупная. В сегодняшнем выпуске 5-0. Прямо как и в прошлом матче. Но только там мы пропустили один. Ну и забили на один побольше. Но все равно 5-0. Хорошая подготовка к матчу с Лацио. И подготовка к матчу с Дортмундской Барусией. 8 недель. Это 2 месяца. Не так уж и много. Но все-таки это очень обидная травма. Травма. Тем более что у нас просто один форвард. Не знаю теперь даже кого там выставлять. Давайте Мирончука прокачаем. Ну Зинченко 75-й рейтинг. Перехваты качнулись. Алисон кстати у нас на сухо отстоял. Ну вот Роналду теперь на первой строчке. Ну что ж друзья. Вот так вот у нас закончился выпуск. Забили в двух матчах 11 мячей. Пропустили только один. Хорошее у нас преимущество. В 18 очков. Скорее всего мы задолго станем чемпионами. Можем даже и в этом месяце. Скорее всего. Если конечно Наполе будет терять очки. Марио Манджукиш лучший игрок февраля. Ну а с вами был Андрей Хорьев. И канал Футбол Тожин. До новых встреч друзья. До свидания.